Здарова, народ! Вы на канале Славная IT, и эта рубрика «Почему не работает?». Суть её заключается в том, что я рассказываю об интересной проблеме, пути и, самое главное, о решении. И если кому-то это отложится на подкорку и вспомнится в будущем, значит, я старался не зря. Сейчас я расскажу о проблеме с кавкой, которую мы решали недели три. И для начала о том, что такое кавка. Кавка — это распределённый брокер сообщений. В него можно быстро писать сообщения из нескольких источников продюсеров и быстро эти сообщения считывать на кучу обработчиков, консюмеров. И изначально наша проблема заключалась в том, что у нас кавка не была распределённой. Поэтому мы докупили сервер, объединили его в приватную сеть с первым и настроили там вторую кавку. И вот тут вот и появилась та самая проблема, о которой я расскажу. Проблема заключалась в том, что две кавки в упор не могли обмениваться данными друг с дружкой. При том, что у одной логи зависали совсем, прям вообще без ошибок. А у другой было вот что-то вот примерно вот такое. И мы, естественно, сразу начали проверять сеть. Мы проверили фаервол вплоть до полного его отключения. Мы проверили, пингуются ли вообще серверы друг с дружкой. Мы попробовали поставить TCP-сервер, запустить свой TCP-сервер на том же порту, на котором кавка должна обмениваться данными. И что-то отправить в него телнетом. Но здесь тоже было все хорошо. То есть пакеты доходили, мы видели их на одной стороне. И когда меняли все это дело местами, точно так же получали ответы с другой стороны. То есть сетью как будто бы все было хорошо. Более того, в той же самой приватной сети находились ноды зоукипера. И помимо того, что они успешно работали, так еще и кавки в них совершенно спокойно оставляли свои метаданные. Что мы видели, когда подключались к клиентам, к зоукиперу. Знающие скажут, ну, наверное, у вас было что-то не так с опцией Advertised Listeners, но мы пробовали играться и с ней, и это не привело никакому результату. Более того, проблема выглядела так, будто бы что-то происходило после коннекта, а сам коннект был успешный. И мы настолько много вариантов перепробовали, то что я просто не могу упустить их и не рассказать вам еще пару абзацев. Мы пробовали другие версии кавки, мы пробовали другие версии зоукипера, но ничего не менялось. И был еще один странный симптом. Если у одной из кавок создать топик с фактором репликации 2, то этот топик появлялся и на другой кавке, то есть буквально создавалась папка в рабочей директории кавки. Скорее всего, это происходило, потому что кавка просто оставляла метаданные о новом топике в зоукипере, а с ним, как мы уже поняли, соединение было успешным. И вторая кавка это подтягивала, но как только дело доходило до того, чтобы положить в этот топик данные, то все, на этом все ломалось, точно так же логи зависали. Ну, в общем, все, что я сказал до этого. В тот вечер я остановился на временном решении, я просто переключил приватную сеть на публичную и все заработало, как будто бы ничего и не было. То есть кавки синхронизировали терабайтные топики, все просто заработало замечательно. Но с таким решением оставаться было нельзя, потому что внешний трафик стоит денег. И когда прошло три недели поиска проблемы с командой девопсов, мы уже отчаялись и написали хостер, может быть, у него там что-то не так с настройками роутера, ну, просто уже от безысходности мы ему написали. И, к сожалению, хостер сказал то, что тоже не знает, в чем дело. Но в конце сообщения была приписка, что попробуйте посмотреть размер MTU-пакета. Может быть, у вас используются джамбо-фреймы. И нам даже стало немножко стыдно, потому что, наверное, это последнее, что мы не проверили во всей этой конфигурации. Мы уменьшили размер MTU-пакета до 1500 байт, потому что там действительно стояло 9000 байт. И все заработало просто идеально, точно так же, как на публичной сети. То есть топики, которые уже успели к тому времени отстать, они быстренько синхронизировались. Все было идеально. То есть проблема решена. И мы успешно закрыли тикет в джире и продолжили работать в обычном режиме. И, если честно, я до сих пор не понимаю, почему джамбо-фреймы мешали работать кавкам. А если ты, дорогой зритель, понимаешь, почему это происходило, то напиши, пожалуйста, об этом в комментариях. И последнее. Лайк, подписка и колокольчик. Пока.